Продавец с многолетним стажем Донна Мамедова уверяет, что совесть ее чиста. За десятки лет работы в торговле никогда не обвешивала и не обсчитывала своих покупателей. Несколько лет она проработала в крупном супермаркете и лично пресекала работников, желающих обмануть клиентов. Товаровед советует покупателям всегда смотреть на весы. Эти электронные весы должны на ноль выставлены, должны быть. Потом надо проверять весы. Вокруг весы надо смотреть, проверять. Ничего не должно быть примерно. Самый распространенный способ – дополнительный груз. К механическим весам продавцы-мошенник прикрепляют магниты. В случае с электронными просто быстро подкладывают утяжелитель к товару. Ловкостью рук на грани мошенничества прекрасно владеют и торговцы на рынках. Первая же контрольная закупка на оптовом рынке показала – вес здесь не совсем чистый. Мешок картошки весом в 13 килограмм на контрольных весах оказался легче на полтора килограмма. Эта же женщина умудрилась не только обвесить, но и обсчитать своих покупателей. Больших показало 13 килограмм. На контрольных весах было 11,5. Вот это 11,5. В администрации рынка разводят руками. Уследить за всеми торговцами невозможно. Но если жалобы подтверждаются, то продавца ждет наказание. Между тем, только за прошлый год горячей линией Департамента по защите прав потребителей за консультацию обратились около тысячи обманутых покупателей. Однако дальше жалоб дело не идет. Доказать факт обмана нелегко, если на руках отсутствует фискальный чек. Потребитель вправе прибегнуть к помощи свидетелей, иных средств, которые подтверждают, доказывают, допустим, аудио-видео средств. Но, не знаю, если он прибегнет уже в суде, в суд может принять, а может не принять. Тут уже могут и оспорить это дело. Специалисты говорят, на каждом рынке должны быть контрольные весы. Но случается так, что их нет, или их исправность вызывает сомнение. Тогда впору вспомнить 90-е годы и снова брать с собой за покупками ручные весы и почаще пересчитывать сдачу на калькуляторах. Субтитры создавал DimaTorzok